Короче говоря, вот такая история. И очень часто нас спрашивают, а почему, собственно говоря, Россия взяла Крым, почему Россия сейчас предъявляет ультиматумы, в чьих интересах. И мы так косвенно скажем, что старшие товарищи. Давайте более подробно это все разберем, ну так, в рамках возможного, в рамках дозволенного, да, дозволенной речи, ведущих и резадок. Так вот, я хочу рассказать вам про то, что США и Британия ведут перманентно переговоры. И в рамках этих переговоров происходит много чего, много всяких вещей. Вот смотрите, вот так вот условно можно было бы начать, что эти переговоры начались, ну, как минимум с Первой мировой войны, когда пытались Британия втроить США в мировую войну на своей стороне против Германии. И особенно, когда выбили Россию как союзника при помощи революции из войны, ну, вот как раз им понадобились США. Ну, то есть, правильно, да? То есть, мне кажется, тогда уже переговоры шли. Ну, с американцами англичане давно ждут большую такую игру, потому что они после двух войн все-таки поняли, что ловить там уже в Штатах нечего, обратно их не вернешь. Это такая... Имейте в виду война за независимость. Английская Украина, как бы, да, это не так. Что-то они в свое время вышли из поданглийской короны, два раза воевали. Потом 1812 года война была, да? Ну, 12-14 год, два раза они воевали. Война за независимость и война от 12-го там года. И после этого англичане поняли, что, ну, все, обратно не вернешь, нужно как-то их в народном хозяйстве. Ну, гражданскую войну они еще там тоже... Ну, это гражданская война, англичане же прямо не участвовали. Не участвовали, но поддерживали конфедераторов, да. Они и тех, и других поддерживали, как обычно. Ну, да. Поэтому там они начали большую игру с американцами, чтобы использовать их в народном хозяйстве. Ну, к началу века американцы, они были такой мощной экономической державой, но в военном плане и политически они были слабоваты. И тогда действительно англичане от большого ума решили, что... Ну, а почему бы не заменить в Союзе против Германии Россию американцами? Ну, у американцев там есть живая сила. В принципе, вопрос с немцами уже практически решен. Ну, да, там выход России из войны, он, конечно, может как бы повлиять на ситуацию, но вряд ли это спасет немцев и в какой-то степени американцы их заменят, русские. Потому что русских там армия 10 миллионов, американцы могут перебросить 1 миллион в Европу. Ну, действующая русская армия там поменьше, около 4 миллионов. Значит, ну, то есть как бы близко к тому, что как бы надо, да. И в крайнем случае у них всегда была возможность снова вернуть Россию, потому что они руку на рычаге держали, что в случае чего они могли обратно отыграть в Россию и вернуть ее как бы в строй. И это же шло не одномоментно. Сначала убрали царя, но оставалось временное правительство, которое вело войну. Потом, значит, пришел Ленин. Ну, в принципе, его можно было скинуть и поставить там какой-нибудь Колчака, который был. Клинденчик, Кольчака. Ну, Колчак там претендовал, он был такой проанглийский. Значит, поставить его, который бы там помог бы там англичанам дальше воевать. Поэтому вот эта гениальная идея пришла. Да, они не понимали, что приход американцев резко изменит вообще все правила игры. Потому что американцы, они какую главную линию вели все время? Они вели линию на развал и распуск всех колониальных империй европейских. Да. Что, в конце концов, произошло? Ну, тут важный момент. Они после Первой мировой войны, они же много поставляли, и деньги давали, и оружие поставляли британцам. И британцы их швыранули. Но англичане, американцам отказались давать долги, но умудрились навязать им через Центробанк вот эти фиатные валюты. И фактически в 30-е годы по всему миру начался отказ от золотого стандарта. И это все из британцев. То есть, опять-таки, там были закулисные переговоры, и американцы на все это дело согласились. И изъятие золота было не только в Советской России, но и изъятие золота было из США в 30-е годы. Там много всего было. Ну, во-первых, сама Великая депрессия – это следствие экономической войны между Соединенными Штатами и Британской империей. Британская империя, она в 20-е годы стала проседать экономически, американцы начали обгонять, и они тогда закрыли рынки свои. Да, есть такое понятие внеэкономической конкуренции. То есть, когда ты административно в своих колониях не даешь удобным, хорошим, качественным, дешевым американским товарам туда попасть. Ну, пошли на повышаешь, или говоришь, что у вас сертификат качества плохие, или там ваши конфеты не хорошие. Гранаты не того калибра, или еще что-нибудь. И таким образом, а поскольку у британцев были гигантские колониальные владения, ну, они фактически закрыли американцам все эти рынки. У американцев рост промышленности, рост возможности пропускать продукцию, а продать ее некуда, ты ее не можешь никуда запихнуть. И здесь начались очередная серия переговоров, да, и в том числе вот эта поддержка Гитлера, она была и из Штатов, она была и от Британии, она была и от Франции по разным причинам. Но в итоге появился какой-то фактор Гитлера, фактор Германии, который там бросается на всех соседей. Вот, и эти переговоры продолжались, продолжались. И даже вот в 41-м году есть книга сына Рузвельта на тему этих переговоров. То есть, когда там советские говорят, что вот там все решалось в Москве, мы там, нет, все решалось вот Рузвельт, Черчилль, спокойно разговаривали друг с другом и обсуждали как раз вот именно эту тему, что американцы требовали, чтобы вы с этой своей колониальной системой завязали. Мы требуем, чтобы вы от колониальной системы отказались. Тогда мы будем вступать в войну на вашей стороне. А если нет, ну не знаю, может быть немцы-то они не такие плохие, как кажется. Ну, по крайней мере, вот так. Ну, там американцы, конечно, там действительно непростая ситуация. Вообще должны были воевать американцы и англичане по-хорошему, потому что это были мировые лидеры, они оспаривали мировое лидерство. Англичане привели к власти Гитлера, но Гитлер их швыранул. Вот эта ночь длинных ножей, он вырезал штурмовиков и он стал проводить автономную политику. И англичане, конечно, очень сильно обиделись. Ну, американцы никак не могли поддержать Гитлера, потому что у Гитлера была гениальная, опять-таки, идея о всемирном еврейском заговоре. А в Америке к евреям относились как-то хорошо, и они никак не могли поддержать Гитлера, потому что в нем был... Ну, деньги давали, и книжки того же Форда опечатали в Германии, и были связи. Да чем тут связи? Знаменитый летчик Линденберг, он тоже был в Германии своим человеком. Сравните влияние Форда. Поэтому у него, кстати, и сынишку-то украли. Сравните влияние Форда и Линденберга, и влияние евреев в Соединенных Штатах. Обувь. Они не могли поддержать Гитлера ни при каком их обстоятельствах, а Гитлер не мог отказаться от антисемитизма. Это был такой вшитый ему в голову предохранитель, вшитый англичанами в свое время. Ну, послушайте, у них была интересная система. Они говорили, что у нас политика невмешательства и эволюционизма. И до самого последнего момента, пока они вступили в войну с Германией, точнее Гитлер объявил войну США, они могли заскочить. Там не так все просто. Во-первых, американцы готовились воевать с англичанами. Был такой красный план. Ну, да, вторжение в Канаду. Да, в Канаду, ну, не только в Канаду, там, в Канаду просто они могли их достать, в Канаде, значит, англичан. Так, да, флот-то, извините, у англичан, мама дорогая, до них надо еще доплыть до этих англичан. Ну, был план войны с Англией, прежде всего вторжение в Канаду. В 1935 году был как бы в новую, по-моему, раньше были отдельные какие-то элементы. Ну, есть такой известный красный план, ред план, который был принят в каком-то таком законченном виде в 1935 году. И они даже начали уже что-то делать, там, авиабазы строить на границе с Канадой. В общем, начали готовиться так по-серьезному. Англичане, конечно, понимали, что прямое столкновение с американцами совершенно не нужно. Тем более, Германия отморозилась. И сухопутную силу англичан, ну, яхти. Ну, и экономика далеко не процветала. То есть, у них были большие проблемы, поэтому они вот так вот извернулись. Все извивы вот этой дипломатии, ну, я небольшой спец, чтобы там как-то это объяснять. Я просто резюмирую. Что произошло после длительных действительно переговоров, постоянных? В конце концов, король Англии приехал в Соединенные Штаты. Это было июнь 1939 года. Провел серьезные переговоры. В начале августа 1939 года, то есть, он приезжает сначала в Канаду, потом в Штаты, проводит там переговоры. В результате, в начале августа отменяется Красный план войны с Штатов, с Англией и вторжения в Канаду. То есть, в начале августа отменили Красный план, а 23 августа заключается пакт Молот-Фриббентроп. Какое-то совпадение. И 1 августа начинается война. Гитлер вторгается в Польшу. Но Германия и Франция через пару дней объявляют ему войну. И все, пошло-поехало. Американцы изначально помогали англичанам. Потому что уже закон о ленд-лисе был принят, по-моему, в апреле 1941 года. То есть, еще до нападения даже Гитлера на Советский Союз. Конечно, если бы Советский Союз сам напал на Германию, к чему он бы не был готов, теоретически предположить такое можно. В Америке было бы сложно доказать населению, что Гитлер хуже, чем Сталин. Ну, сложно доказать. Потому что преступления Сталина были всем известны, а преступления Гитлера особо и не было на тот момент. Ну, а как? Ну, он там, евреев еще не уничтожали. Ну, да, к ним плохо относились, но не более того. Тем более, там такие были истории, что, ну, например, было, не помню название судна, евреи постарались же разбежаться из Германии, но их не особо и принимали на Западе, в тех же Штатах и в той же Британии. Было такое судно с еврейскими беженцами, которое, сейчас не помню название, ну, можно там, кому интересно, погуглить, найдете. Значит, оно вышло из Гамбурга на Кубу. На Кубе, в общем, как-то согласились принять беженцев еврейских из Германии. Это, по-моему, было, ну, до войны еще это было дело, там, какой-то там 38-39 год, в это время, до начала войны мировой. Ну, они уже приплыли почти на Кубу, а кто-то там надавил на правительство и сказали, не, мы вас не примем, то есть, так типа, езжайте назад. Туда началась кампания еврейских организаций, ну, давайте в Америке примите, там, в Британии. А, нет, нет, мы не хотим, нет. Ну, в общем, была длительная кампания, в конце концов, продавили евреи, значит, часть этих беженцев приняли в Штатах и в Британии, но часть так и вернулась в Германию. Ну, извините, как бы, да. Что это за отношение, как бы, к людям, да, которые бежали от реальной опасности в Германии, а их даже не принимали в Штатах, которые, извините, принимают мигрантов там со всего света, как бы, да. То есть, к евреям тоже так относились, постольку, поскольку. Значит, поэтому там все-таки такая, в общем, сложная ситуация была. С одной стороны, вроде бы, Гитлера они не хотели поддерживать, потому что, ну, антисемитизм неприемлемый был. С другой стороны, вот тех же беженцев, Либерти, по-моему, называлось судно Либерти. Ну, логично. Да. С большим скрипом приняли и то только часть там, да. Ну, конкретно с этого судна. Поэтому там сложная была такая ситуация, и поэтому было очень выгодно, чтобы Германия напала на Советский Союз, а не какой-то другой вариант. И для вступления в войну Соединенных Штатов было важно, чтобы Германия напала. Ну, если вы посмотрите на политику СССР, то Гитлер предъявил в СССР конкретные вполне претензии. Что, ребята, а зачем вы договор с Югославией заключили? А зачем вы, значит, войска там развернули около против Румынии? То у него там несколько прямо перечисляется претензий вполне конкретных, на которые трудно как-то возразить. И, то есть, можно строить догадки, как это все вообще получилось, и почему Советская Армия была так разбита, Красная Армия разбита в первоначальных сражениях. То есть, есть точка зрения, что, ну, заманивали Гитлера, чтобы он напал. Ну, сюда и история с Финляндией. Ну, много, да. И такая, какая-то очень неудачная кампания Финляндии. Да, да, да. В общем, очень достаточно запутанная история. Теоретически вполне возможно, что была такая вот задача спровоцировать Гитлера на нападение. О, Гитлер дал себя спровоцировать. Он себя дал спровоцировать с нападением на Польшу. Ну, Германии совершенно не нужно было нападать на Польшу. Значит, понятно, что там его как-то там разводили. Он думал, наверное, что удастся избежать войны с Англией и Францией. Там была странная война. То есть, какое-то время Франция и Британия объявила войну, но не вела войну. Да, и так они вообще предали поляков. Поляки-то рассчитывали, что у тебя начнут наступление на Западном фронте. А те ничего не стали делать. Так и забородили какое-то там движение, не более того. Гитлер несколько раз обращался с мирными предложениями к Англии и Франции. Это правда, да. Значит, и их отвергли. Кстати, в это время советская пресса поддерживала Гитлера и все время говорила, что Гитлер предлагает вам мирные предложения и Франции, и Англии. Почему вы отказываетесь? В этот момент Сталин поддерживает. Не, а что не только Сталин, а французские коммунисты. Они же стали пораженцами. Ну да. Значит, их же запретили, Компартия, за пораженчество. Что они там начали чуть ли не саботаж, срыв мобилизации. Ну, они сейчас отмазываются, что ничего такого не было. Но по факту их же не просто так запретили. А потому что они вели германскую агитацию. Что нет, ну зачем там воевать. Это империалистические разборки. Рабочие не должны в них участвовать. Ну, как вот Ленин в России. Помните, когда началась русско-японская война, у Ленина и Гитлера была одинаковая позиция. То есть, Ленин был гитлеровцем, а Гитлер был ленинцем. Потому что они были за победу Японии над Россией. Оба. И Гитлер, и Ленин. Ну, видите, как сходится все. Значит, и как Ленин аргументировал. Ну, это империалисты. Значит, вот империалистическая война, о чем мы должны поддерживать Россию. Значит, мы должны желать поражения России. А японские социалисты типа должны якобы быть... Социалисты? Там какие-то социалисты. Ну, там были социалисты из охранного отделения. Был такой Сэм Катаяма. И был известный, кстати, эпизод с Плехановым, правда, не с Лениным. Значит, на каком-то международном конгрессе, который по времени войны проходил социалистическом. Плеханов пожил руку этому Сэму Катаяме. Ну, ни одна скотина не сказала, что, извините, ну, ладно, российские социалисты, они действительно саботажники, пораженцы, значит, и предатели. Это как бы да, это есть. Мы не отрицаем, да? А где мы слышали что-то про пораженщицы японских социалистов? По-моему, они все как один на фронте, там, против русских дьяволов сражаются. Показывают чудеса героизма, как бы, и храбрости. Ну, то есть, в Советском Союзе даже никто не задумался, когда про это писали. Слушайте, ну, какая-то как-то не получается, неправильно, нет взаимности. Ну, наши, ладно, предали там Россию, понятно, да? Не будет взаимности. Да, а почему японские социалисты не предали Японию? Они должны были русским помогать? Они должны вступать в русскую разведку, приносить им данные о движениях японских войсков. По их идиотской логике все правильно. Против русских воюют. Хорошо. Не-не, извините. Все сходится. Так Ленин не писал, он говорил о другом, что империалисты. Значит, японские социалисты должны были бороться со своими империалистами. А японские империалисты, они не империалисты. А они прогрессивные. Более прогрессивное современное японское государство, он писал, я помню. Не, ну, все-таки согласитесь, логики нет. Прогрессивность, прогрессивность. У них абсурдная логика, все, что против русских, все хорошо. Но вернемся к этим переговорам. Дело в том, что все время говорят, вот, ялтинские, подсдамские переговоры и так далее. Говорят, что у Сталина там крымские конференции, да, вот это вот. Но дело в том, что американцы с британцами гораздо больше вели переговоров. А такого же уровня переговоров, как там в Ялте, они были, между прочим, и с Чинкайши. Ну, то есть, вот эти переговоры продолжались и давили-давили американцы, потому что ситуация для них была какая. Они после Первой мировой войны не поучаствовали в Первой мировой войне, но они не стали мировым гегемоном, их шваранули. Франция и Британия сделали Лигу наций, причем по проекту американцев же. Но оттуда американцев... Нет, они их не вытолкнули, а просто они выкатывали такие условия, что американцы сами не пошли в Лигу наций. То есть, их не исключали, они просто не пошли туда. И вот при помощи вот этого инструмента Лиги наций, это прародитель ООН, Британия и Франция, она закрепила свое могущество. То есть, они остались мировым гегемоном, но уже более слабым, потому что экономически все-таки американцы... Не, ну они были разорены войной. Поэтому американцы понимали, что тут будет. И они давили-давили, что нужна вот эта вот новая система мира. Ну это вот то, что СООН будет, там, СОВБЕС, они все это дело получили, обговорили. Англичане, конечно, их обманули, туда засунули свои неоколонии в разном виде и контролировали их. Но не в этом дело. Дело в том, что все-таки вот это вот прошла речь про то, что колониальная система должна быть разрушена. И надо же, по результатам этих переговоров, после окончания Второй мировой войны, колониальная система во всем мире стала рушиться. Ай-яй-яй-яй. Все совпадает, переговоры работают. Не, ну вообще-то, конечно, это было такое вредительство американцев в белой расе. Да и вообще в целом мировому глобальному развитию. Я, в принципе, продолжайте мысль. Я просто к тому, что британцы-то, они просто заменили официальную колонию, когда там флаг стоит, на неоколонии. А у них уже было отработано это там на Китае, на СССР, поэтому о чем? Понимаете, колония, с точки зрения развития, скажем, какой-то страны, это гораздо лучше, чем неоколония. Ну, да. Потому что это, там вот, Лондон, там, командует, скажем, какой-то Индией. Он отвечает за нее, да. Там устроил голод, так его до сих пор там шпыняют, чтобы сволчи там вот уморили, там, несколько миллионов индийцев голодом. Почти как Сталин своих колхозников, как бы, да. Причем они сознательно уморили Бенгалии. Я об этом еще сделаю видос. Они ожидали там вторжения японцев, и японцы действительно там вторгались. И они поэтому уморили бенгальцев голодом. Да. И они отвечают, ты никуда не денешься. Вот, они командовали там, командовали. Голод был, был, значит, вы виноваты, как бы, да. Значит, а когда мне у колонии, виноватых нет, а чего? Ну, а вы сами дураки. Чего вы там себе голод устроили? Ай-яй-яй-яй. Ну, это да. Ну, вот, вашу мысль еще про то, что это было преступление перед Белым. Ну, при том, что, так я про это и говорю, что когда была колониальная система, для развития мировой цивилизации, это было лучше, чем то, что получилось потом. Потому что когда начались бесконечные эти разборки, там, в той же Африке, бесконечные эти войны, все-таки, когда Африка была под Белыми, там же не было постоянных войн. Ну, извините, как бы, да. Какой-нибудь пакистанской войны постоянно не было тоже. Ну, в общем, американцы столкнулись с ситуацией, что они переговаривались, переговаривались, говорили, что колониальная система будет отменена. Она действительно стала отменяться, и британцы начали там выходить. Но они столкнулись с ситуацией, которую красочно описывает Корея. Ну, то есть, Корея разделилась на две части. На юге американцы, на севере коммунисты, пробританские. И оказалось, что эта схема работает по всему миру. То же самое в Латинской Америке. Всюду, где приходили социалисты-коммунисты, там американцев вышвировали к черту матери. Приходили отменные ненавистники, значит, именно американского колониализма, да. И начинали бороться с американским империализмом. И вот на конкретно Корейской войне мы увидели интересные вещи, о чем вы в свое время писали. О двигателях Нин и Деревен. То есть, была проблема в том, что авиации у северно-корейских войск не было. Было все хорошо с советскими танками. Было хорошо с подготовленными армейцами. Это был более индустриальный район. А вот с самолетами была проблема. Не было реактивных самолетов у Советов, да. Ну, они были, но они были, говорят, там... Они уступали очень сильно американским современным самолетам. Потому что не было нормального двигателя. В советских самолетах того времени, реактивных, были немецкие двигатели, ЮМО и БМВ. Но эти, ну, это все-таки немецкие, устаревшие. Американцы, кстати, по-моему, там Сейбр, по-моему, тоже английские двигатели ставил. Ну, неважно. В общем, у них были более современные двигатели. И, соответственно, не было равноценного истребителя реактивного у СССР и Китая. И когда в 1947 году англичане продали Советскому Союзу, значит, около сотен двигателей... Причем они, это, Микоян описывал, что он обыграл кого-то там в бильярд и получил эти, значит, чертежи. Короче, нет, ну, советские инженеры верят в это, там, что действительно... Нет, а советские инженеры даже верят, что это были их немецкие вот эти вот украденные реактивные двигатели, которые они доработали. Блин, они получили готовые, сверхсовременные реактивные двигатели от британцев, так или иначе, да, которые они потом скопировали. Более того, на эту тему, ладно, там, мы сейчас возмущаемся. Американцы возмущались официально и говорили, что же вы делаете, вы наши союзники, мы вместе с вами воюем, а вы советом продаете эти двигатели. Ну, там целая история эпопея была. Во-первых, они возмущались на первом этапе, когда еще и принималось решение, они были против. Во-вторых, ну, англичане продали, когда появились МиГ-15 в Корее, это, по-моему, осенью, в октябре, что ли, произошло, 50-го года. Ну, сначала сообщений не было, что там копии английских двигателей стоят, ВК-1 такой двигатель, ну, это доработанный английский двигатель. Значит, в 51-м году был сбит один наш МиГ-15, который упал на их территории, на американской, и там был найден двигатель, и стало ясно, что это английский двигатель. И был там один какой-то сенатор или конгрессмен, который устроил скандал, но правительство, оно не могло признать это, то, что англичане их так подставили, как бы, чтобы не, понимаете, не разрушать, как бы, видимость такого союза. Потому что они вместе воевали. Ну, там же еще был момент, что они от имени ООН воевали, они были там как войска ООН. Да, ну, неважно. Хотя, чтобы не разрушать эту историю. Ну, в любом случае. Причем очень интересно, что СССР подыграли, вот когда ООН был, потому что союзбези они могли прекратить, а почему-то, значит, дипломаты именно в этот момент объявили забастовку и не пошли. И, соответственно, не заблокировали возможность американцев вот эту вот войсковую. Да, резолюцию. Ну, это в 50-м году. Ну, это, как бы, знаете, игра такая двумя руками типичная. Значит, ну, про двигатель это было чуть позже. В 51-м году, значит, возник скандал. Американское правительство отрицало, что один такой двигатель, что это английский двигатель. И только потом выяснилось, что действительно это английский. Был, опять-таки, тогда уже в прессе британской был скандал. Ну, они сказали, ну, нам нужны были деньги после войны. Ну, что вы ханчички, как бы, да? Ну, да, сделали ошибки. Чудовищно произошла чудовищная ошибка, как бы, да? И вот такие чудовищные ошибки начали происходить по всему, там, миру. И, кстати, частично американцы все-таки понимали, что есть. Потому что вот история с Маккарти, да, история с Маккарти, когда, извиняюсь, там, прям британцев, вот, типа, Чаплина выгоняют из США за связи, типа, с коммунистической агентурой. Ну, это уже было понятно, что кто тут гадит. Нет, американцы, в общем, что... Плюс не надо американцев считать какими-то, там, хорошими ребятами. Они с англичанами по поводу ядерной бомбы в свое время договаривались, что результаты исследований и разработок, они будут поделены, потому что им отдали британцы очень многие вещи теоретические изначально. И ученых своих предоставили. Не, и уран дали. И уран дали. А их просто им сказали, ну, молодцы, что помогли, а мы вас не пустим, у нас сверхсекретный проект. Все, до свидания. Там, они постоянно были взаимные друг друга кидали. Значит, где-то в 43-м году был... Ну, там у них еще раньше были соглашения. Ну, такое базовое, ну, такое главное соглашение, это alloy tube, то есть это трубные сплавы оно называется. В 43-м году его заключили. И по этому соглашению и разработка атомного оружия, и его использование, значит, они должны были согласованы, англичане и американцы, значит, принимать решение. И это все работало до 40... там, взаимным кидалом, конечно, но работало, да? До 46-го года, когда американцы приняли закон об атомной энергии, по которому была запрещена передача информации об атомном оружии об атомном оружии любой иностранной державе, в том числе англичанам. Слушайте, а англичане, получается, согласовали Хиросиму и Нагасаки? Ну, естественно, а так же. А кто, а почему об этом никто не говорит? Ну, они же согласовали, получается. Ну, а как они... А почему японцы от британцев ничего не требовали? Не, а вы слышали, чтобы англичане возмущались тем, что американцы нет, значит, согласовали. Ну, просто про это, как бы, стараются не вспоминать. Ну, то есть, основная вот эта вот борьба, которая раньше была за колонии, попасть в колонии, она... Американцы забуксовали. Они столкнулись с тем, что вместо, там, открытых британских колоний появляются люди, которые говорят, мы коммунисты, мы просоветские. Но они оказывались почему-то проанглийскими. Есть хорошие... С английскими двигателями и со всякими другими прибамбасами. Почему-то вот они в британских интересах в основном действовали. Когда они побеждали, они почему-то начинали с британцами сотрудничать. Например, на Кубе победили вот эти просоветские элементы, а почему-то медицина и вот связи из Канады, из Британии, из Кубы великолепные были всегда, все время вот эту кубинскую революцию. Там надо почетче, как бы, выделить приоритеты. Приоритет был не самим сотрудничать, это как бы дополнение, да? Приоритет был не дать американцам использовать эти ресурсы. Просто так отстоять они их не могли. Ну, скажем, хороший пример Китая. В Китае американцы что хотели? Они хотели политику открытых дверей. Что типа, ребята, пожалуйста, давайте по-честному конкурировать. Мы свои товары, вы свои, как бы. Ну, так, чтобы не было никаких препятствий. Политика открытых дверей, как бы. Чтобы каждый заходил, инвестировал, продавал, покупал, производил. Там согласно, да, мы, ну, что делать, да, вот согласно, как бы, хорошо, куда деваться. Потом раз, как и черт из табакерки, появляются коммунисты. Потому что Ченкашин уже разбил коммунистов. В 46-м году все, их уже там везде поразбивали. А потом раз, вдруг они откуда-то чудесным образом, вдруг все ченкашинские генералы стали переходить на сторону коммунистов. Вдруг партия с Мао Ченкаши, она начала как-то так вот его не особо поддерживать. Ему пришлось там быстро-быстро бежать на Тайвань, как бы. И все, Китай занят коммунистами. А мы-то при чем? Ну, мы при чем? Это коммунисты, к Сталину обращайтесь. Мы-то что здесь можем сделать? Это большая победа товарища Сталина, чтобы он пропал. Мао Цзэдун, Сталин, это что, англичане, что ли? Сталин. И это по всей карте мира. То есть, ну, получили деколонизацию, но в результате этой деколонизации приходят какие-то красные, советские, прокитайские, какие угодно. Но они все почему-то антиамериканцы, и на рынки как вы не попадали, так и сейчас не попадаете. И вы не можете туда товара продавать, и вас там ненавидят. И вроде бы это уже никакие не колонии, а товары продавать туда все равно не можете. Единственное, где американцы продавили все-таки ситуацию, это вот Ближний Восток. Амнефть, американцы на нефти как бы зациклены, и они все-таки в Саудовской Аравии, не полностью, конечно, но значит продавили, как в основном ресурсе. И, значит, Израиль перекупили, и, в общем, так они там постарались, конечно. И до сих пор они неплохие позиции, тот же Катар, значит, все-таки там удерживают. Но это им далось большой крови, вы знаете, как несчастный Израиль, там сколько четыре войны, что ли, вокруг него там было. Значит, вот что значит быть проамериканским. Но и тут интересная вещь, вот смотрите, с Вьетнамом история случилась, мы эту схему уже скорее описывали, после Вьетнама американская военная машина, она получила страшный удар. Более того, в тылу у американцев, у них там был все время мирные демонстрации, короче, подготовленная агентура, Битлз целый туда приехал, прямо там жил и говорил, что миру мир, войны не нужно, вот девиз отряду дружба. Да, ну, все-таки Ленну в конце концов там пришибили, но неважно. Вот и это самое в Голливуде, везде, все нагнеталось. И, соответственно, после проигрыша во Вьетнаме американцы поняли, что силовыми решениями мы ничего делать не можем, может быть, вернемся к переговорам. Ну, видимо, это было еще до этого, потому что американцы... А еще, кстати, им британцы, по-моему, устроили вот это вот с ценами на нефть. Там много всего чего было. Нет, цены на нефть, я думаю, на нефть они договорились, скорее всего, потому что цены на нефть определяются англосаксами, как и очень много в нашем мире определяется соглашением англосаксов. И у них такие отношения, это не просто там какая-то вражда, там война. Нет, почему? У них как бы дружба соперничества. То есть в каких-то вопросах они договариваются. Я говорю, они постоянно идут к переговорам. Да, они договариваются, потому что против всего остального мира надо же договариваться, чтобы свои интересы. А, мы еще забыли после войны добавить, что приехал Черчилль в Штаты, и вот эту всю речь свою про поводу того, что англосаксонские народы должны быть вместе, а Сталин нехороший человек провел, значит, железный занавесом отделил, это все Черчилль им предлагал открыто. Но американцы решили, что обойдутся, типа давайте деколонизацию. Вот этот момент просто мы упустили, чтобы понимать, что эти переговоры, они были постоянно на самом разном уровне. Просто Черчилль, он был тогда уже не... Он частично американец. Да, наполовину. Он был не при должности, но он очень такой серьезный деятель, это представитель высшей британской элиты. Он приехал, по-моему, в марте был 46-го года, и предложил американцам поделить мир, что что, как бы нормально, поделим по-братски. Значит, ну они, в принципе, его поделили. Это, с одной стороны. А с другой стороны, он угрожал, что если нет, то вот тут Сталин, не мы, Сталин. Он, ай-яй-яй-яй-яй, он все захватывает. Да, не только Сталин, но имеется в виду, что, скажем, есть варианты. Но американцы на это тогда не пошли. В конце концов, наверное, где-то в конце 60-х, они все-таки договорились. После Вьетнама уже... Ну, во время Вьетнама, скорее, потому что было ясно, что же в Вьетнаме там ловить особо нечего, и там клинч, как бы, да? Ну, в Вьетнам же в 70-х. Победить невозможно. В 70-х тоже. Ну, они не сразу же сдали там, а как-то там поставили прилично. В 72-м году были приняты ключевые решения. Ну, а пришли к этому они, наверное, еще раньше, где-то в конце 60-х, что выиграть невозможно эту войну. То есть ее можно выиграть, но для этого нужны другие методы, а на другие методы они были не готовы. Потому что общество американское было не готовы поддержать другие методы. И тогда уже конец 60-х, это огромные антивоенные демонстрации в Штатах, и там общество было настроено против, и они были против посылки дополнительных войск, и пришлось войска там сокращать, выводить, а без наращивания войск, без расширения зоны боевых действий на Лаос, на Камбоджу, там невозможно было выиграть. Ну, это чисто военная там такая тема. Кстати, в Чили то же самое было. Тоже было соперничество британо-американское, потому что Альенда, он был пробританский. Ну, оно шло по всему миру, это соперничество. Да, да, да. А все знают, что переворот Пиночетта, это ЦРУ. Ну, оно и было ЦРУ. В Латинской Америке это поле борьбы штатов и Англии уже там лет 200. Значит, это как доктрина Монрона. Они проразгласили, с другой стороны, вся Латинская Америка была фактической колонией Англии. Вот они между собой там разбираются. Мне кажется, к 80-м годам опять они вернулись к идее переговоров. Нет, они не прекращали, я думаю. Я думаю, они не прекращались. Переговоры просто у них уже какое-то наведение сложилось, а что же, к чему они хотят пройти. И потихоньку к этому пришли. Но жизнь не стоит на месте. Одно дело там 70-80-е годы прошлого века, другое дело 20-е годы этого века. Ну, давайте вот все-таки дойдем, до чего они переговорились. Мне кажется, в 80-е годы они определились, что СССР в принципе можно развинтить, если мы с вами опять договоримся. И я думаю, что договаривались на тему того, что американцев запустят в этот самый разваленный СССР, запустят в Восточную Европу, что они получат там всюду долю. И переговоры шли на эту тему. И когда договорились, ну, собственно говоря, и начали разваливать СССР, к этому вести. Интересный момент, который я раньше не замечал. Вот помните историю с Олдриджем, да? Олдридж – это американский ЦРУшник, который сдал всю американскую агентуру в СССР русским. Ну, не русским, советским. И советские, знаете, они всех просто к черту и матери расстреляли. То есть они против своих же интересов, но вот зачистили. И у американцев не было информации нормальной. Вот как раз в этот момент перед развалом СССР у них не было нормальной информации из СССР. То есть они были вынуждены опираться на данные тех же самыми МИ-6 и британские источники. Соответственно, они были более манипулируемы. Нам сложно сказать, как они там договаривались. По факту мы знаем следующее. Американцы действительно зашли в Восточную Европу и в СССР. Зашли, ну, как такие... Ну, если не хозяева, то хозяева жизни, скажем, да? Ну, их швыранули. Нет, подождите. Пока их швыранули, они, команда, они у нас очень много делали делов, в том числе в России. СССР развалился. Американцы аплодировали. В СССР, значит, погром устроили в армии и в промышленности военной. Да, это правда. Тоже, так сказать, аплодисменты. И они прям чуть ли не точно там разбирались, что оставить, что уничтожить, что уничтожить, в первую очередь. Они все секретывают еще для нас. Ну, да. То есть, это факт. Ну, можно говорить, что это произошло случайно, с течением обстоятельств. Мы не знаем. Ну, действительно, не будем утверждать. Одни говорят, что это был сговор англо-американский, другие говорят, что это все случайности. Так вот просто не повезло. Ельцин слишком много пил, надо было ему меньше наливать, и тогда бы СССР сохранился. Может быть и так. Но Киржаков героически разбавлял водку, но этого не хватило. Киржаков надо было раньше браться за дело. Если бы года на три раньше бы начал подливать воду в водку, СССР бы сохранился. Может быть и так, мы же не будем с этим спорить. Но по факту, вот американцы так зашли. И чем сделали большую, как бы, большую стратегическую ошибку? Они должны были на русских поставить, не унижать их, не ослаблять, а наоборот, поставить, разыграть русскую карту. Ну вот они по причинам определенным ее не разыграли. Но это была не полностью их территория, как Южная Корея, или Япония. Не важно. Поэтому они решили... Нет, никто им не мешал разыграть русскую карту. Никто не мешал. Они ее не стали делать. Но после Югославии... Они разыграли антирусскую карту. Антирусскую карту, да? Значит, если в 90-е годы еще к русским, ну, как бы так, ослабляли, но это не... Еще к зрителям так относились. Да, но не показывали это особенно. Так. То потом стали демонстрировать. Вот это расширение НАТО в середине 90-х. Откуда взялось? Это что такое? Значит, это как бы антирусская карта. Зачем это американцам? Большой, хороший вопрос. Ну, так вот, мне кажется, с конца 90-х и с начала 2000-х стало понятно, что британцы эту тему прикрывают. Американские компании, ведущие лидеров, начали вышибать отсюда. И здесь постепенно такой серьезный антиамериканский пробританский режим, он... Ну, он вырос. И вот... Поэтому, когда нас спрашивают, что там с Крымом, почему захватили Крым, почему сейчас идет ультиматум, нужно опять идти туда. И какие-то идут переговоры между британцами и американцами, и британцы используют РФ для того, чтобы, ну, фактически трясти как грушу американцев и говорить им, если вы там не сделаете нам что-то, что именно, мы не знаем. До конца не очень понятно, о чем там речь идет. Возможно, какие-то торговые сделки, еще что-то. Откуда мы знаем? Но смысл в том, что вот эти переговоры, про которые мы вам так долго рассказываем, они и сейчас продолжаются. И в рамках этих переговоров наезды РФ на США и происходят. там, конечно, картина реально, она более сложная, потому что у американцев и свой пакет влияния на Россию, у Европы, там, немцев, французов, свой пакет. Ну, видимо, они недостаточно большие, эти пакеты, на данный момент. поэтому все-таки политика России, она откровенно антиамериканская последние 20 лет. Значит, это говорит о многом. Ну, англичане тоже там рисуют картинку, что вот они там с Россией постоянно борются, там дело там Литвиненко, значит, этого, Скрипалей, того-сего, там, значит, вот прямо вот они... Пашковский камень, там еще тоже. Прямо вот они там изнемогают в борьбе там с русскими олигархами, прямо у них там вот все там заполонили эти русские агенты, там, Абрамовичи всякие, там, Усмановы. Они все вытоптали в Лондоне, там места живого нету вообще. Все скупили, все вытоптали, значит, и англичан ничего сделать не могут. и податься некуда. Королевская семья отдыхает на яхте Абрамовича, но он же явный агент Путина, а они ничего сделать не могут, не могут никак. Все яхты скуплены давно негде. Ужас, просто нищая королевская семья им действительно отдохнуть негде, а тут вот Абрамович им предлагают. Хотели заказать английскую яхту, нету, все русские скупили, что делать? Страшно, да, происходит. Нет, ну, это, конечно, все юмор, но по факту именно так и есть, что, конечно, мы видим, что основная там линия политическая Российской Федерации это борьба с американцами. Я считаю, что это неправильная как бы линия, что не надо было так завязываться, но она есть, как бы, да, она есть. Да, но американцы сами во многом виновны, даже большую часть вины несут на себе, потому что они заняли жесткую антирусскую позицию. 90-х годов, да. Сначала она была так довольно так завуалирована, а потом открыт. И потом, даже в начале нулевых, Путин при вторжении в Афганистан, при 9-1-1, он подавал руку американцам, он говорил, что мы вас поддерживаем, он помогал, даже была в Ульяновске, это база перевалочная для операции в Афганистане американцев предупреждали о взрывах там, да? Ну, я не знаю, чем там много, в Бостоне, например, предупреждали, что там чеченские террористы предупреждали, а американцы ну, это мелочь, да, все это не обращали внимания, ну, обращали, но недостаточно, скажем, и конкретно у Путина есть ощущение, что ну, не договороспособные ребята, мы не знаем там, какие у него там реальные ощущения, мы знаем одну, американцы не стали разыгрывать русскую карту, вместо этого они разыграли под влиянием всяких там бжерзинских поляков, черная, кого там, ну, сейчас Блинкиных, да, таких русских патриотов, видимо, скрытых, они разыграли антирусскую карту, да, вносится с этой Украиной, ну, слушайте, ну, кто такая Украина мирового масштаба, кто Россия, ну, вообще, не ваше собачье дело, мы в вашу Латинскую Америку не лезем, но можем полезть, нет, мы в Венесуэле уже вам помешали, в Никарагуа, на Кубе можем вернуться, а вы, как бы, лезть к нам на Украину и устроили тут истерику, я считаю, что никуда лезть не надо, Россия не той ситуации находится, чтобы лезть, там, играть, но Украинушка, то она наша, я говорю, играть по всему полю не надо, надо средоточиться на своих конкретных и национальных интересах, которые нужно четко сформулировать, а не так, что размыто, что нам нужен мир во всем мире, как бы, или там, мы за нерушимость границ, но Крым отдайте, да, значит, это шизофрения, нужно как-нибудь закончить, внутреннюю политику сделать вменяемой, хотя бы на уровне внутренней политики всех остальных советских республик бывших и Восточной Европы, никто не проводит политику против собственной главной нации, во всех, ну, возьмите там какой-нибудь Узбекистан или Казахстан, ну, что там, это подавляет казахов, узбеков, что ли, ну, это смешно, или даже в Латвию какую-нибудь, возьмите, Эстонию, там, что, политика построена на подавление эстонцев и латышей, что, не дай бог, они там, что-то скажут против русских, что, не дай бог, там, они на конциональный характер Эстонии нарушат, сволочи эти эстонские, как бы, вот они националисты, фашисты недобитые, что же они там против русских, что-то там замышляют, как бы, пишут на заборах какие-то лозунги, как бы. Пока американцев будут блинкины решать вопросы, там, русские нехорошие, какие-то многонациональные РФ, да, но украинцы, они прекрасные, хорошие, даже если они с факелами бегают по улицам, да, и отрицают Холокост, ну, наверное, ни о чем никто не договорится. Ну, в общем, это другая тема, насчет, не будем, как бы, всю кучу вмешать, сейчас мир принадлежит англосаксам, это, как бы, факт, да, значит, два основных центра мировой силы, это Англия и США, США мировой лидер, но Англия тоже, как бы, довольно большую силу имеет. Есть третья центра силы, это Евросоюз, ну, у него большие внутренние проблемы, и нет такого единства. Другой страны... Можно свернить эту пожиже. Да, из другой страны, в США, сейчас в стадии деградации, непонятно, что с ними будет, англичанам тоже особо радоваться нечему, так по большому счету, они потихоньку позиции сдают, ну, да, борются, барахтаются, борются за место под солнцем. И пока они определяют, там, при всех своих слабостях, ну, решают англосаксы, ну, частично Евросоюз, особенно в зоне своих, так сказать, интересов. Значит, поэтому, вот картина мира, надо из этого исходить. Если где-то что-то происходит, нужно смотреть на эти три центра силы, прежде всего, на американцев, англичан, а они что хотят? Ну, даже в Казахстане произошли какие-то события, мы должны смотреть, кто там, англичане, американцы, что хотят? Вы знаете, что хотят они? Нет? Никто не знает. И никто даже не обсуждает. Ну, я так вижу и понимаю, что британцы поддержали переворот Такаева, и они его прикрывали. Ну, они прикрыли смерть внука Назарбаева, который обвинял в подготовке переворота Такаева за два года до этого переворота. И они, их коронер британский, сказал, что, а, ну, что это все само естественным путем убер. Поэтому, ну, как бы, это британская темка. Это вы говорите, но, вот, в экспертном сообществе этой темы нету, да? Ну, практически нет. Ну, мы же сотрудничаем с британцами, что же мы будем британцами? Нет, дело даже не в этом, а просто бы сказали бы, какая позиция реальная, какие интересы, что там делают американцы. Мне кажется, это событие связано, помните, был такой демарш американский против Назарбаева, когда, по-моему, 17 миллиардов долларов было заморожено в Штатах в 2017 году, кстати, 15 миллиардов, в 2017 году. Значит, или какая-то такая сумма. ты, по-моему, приезжал после этого в Штатах, да? Ну, они решили вопрос, Штаты, но, видимо, какие-то были, не просто так решили, а Назарбаев что-то там пообещал и начал что-то делать. Кому-то это могло не понравиться, что-то про американские. А напрямую начал решать, да. Я не знаю, что там было, но мы знаем, какие события были. это объясняется. Да, вот, американцы наехали на Назарбаева, потом отъехали. Чего отъехали? Ну, возможно, вполне что-то договорились, да? А это, может быть, вполне это не понравилось и другой части англосаксов. У меня один из комментаторов, Александр, он рассказал про господина, который после всех этих событий и переворота, Такаева, он начал рулить каким-то экономическим советом и он сейчас ведущий, значит, помощник во всех экономических делах вот Такаева. Это британский, прям, конкретно кадр. да, так что, в принципе, я думаю, даже пойдем уже дальше, потому что, все понятно с этим. не то, что, не, я не говорю, что все понятно, я говорю, вот есть факты, они что-то объясняют. Возможно, там, я вообще, кстати, думаю, что в Казахстане ничего не закончилось, мне кажется, в Казахстане все только начинается. Там много других есть элементов, предположим, может быть, американцы могли плюнуть и согласовать этот переворот с точки зрения блокирования китайского, скажем, проникновения, да, там идут какие-то там на весах, там аптекторы, они взвешивают, вот вы нам тут там 3 грамма дайте, а мы вам здесь 4 грамма, вы нас тут обвесили, а значит, вы нам должны компенсировать. То есть, детально сказать, почему-то именно так произошло и какие конкретные были решения, ну, извините, да, такой информации нет. Это надо четкую повестку всю экономическую, политическую знать, которая идет у них во время переговоров. Да, поэтому, конечно, весь контекст, мы же не знаем всего этого дела, но можно догадываться, основные инвестиции английские и там во многом американские, это основные центры силы, они могли без своего внимания оставить события в Казахстане, учитывая, что туда как бы прет Китай, да вряд ли они могли это без внимания оставить. Как-то очень все как бы Воронья-Слободка загорелась прямо с четырех сторон. я здесь вижу вот вещь, казахская государственность, да, она показала свою слабость. Она могла еще долго не показывать. В результате переворота, который готовил Такаев, и первое волнение это были его люди, но когда он отвел своих людей с улиц, когда он получил то, что нужно, волнение это не прекратилось, они начали усиливаться. Якта, и это раз, фактор номер один, то есть он не контролировал уже улицу, фактор номер два, ему на совбезе, его же силовики сказали, что мы не можем стрелять в казахов, как-то не хотят люди. То есть он выяснил, что он силовиков не контролирует. И только вот ОДКБ заставил силовиков переметнуться на сторону победителей, которые определились тем, кого поддержали ОДКБ и говорить честно, российские войска. То есть вся казахская государственность это фейк, что там какой-то эмоционализм, что они там будут воевать, их войска с русскими. Не то, что не будут воевать, они решили, что победители те, за кого русские. И прямо перебежали к Токаеву после этого. То есть вот эта вся ситуация показывает крайнюю слабость этого казахстана. И там может быть в любой момент что угодно. И может быть в следующем, в этом году тоже. Вы думаете, англичане этого не знают? Я думаю, они все это прекрасно знали. Если они там что-то планировали, все это было принято в плане. Возможно, ОДКБ изначально планировалось ввести. Черт их разберет, что они там думаю. Но то, что они прекрасно все знают и лучше нас все понимают в миллион раз, вот по-моему без спор. Американцы, да, американцев с планированием хуже. Потому что они в стадии деградации и у них очень много на ключевых должностях людей, которые как-то так не в ту степь играют. Они могут и просчитаться. В этом я могу поверить, что американцы могут просчитаться в нынешней своей ситуации. Англичане обычно не просчитываются. Другое дело, что там свои тараканы, ну как бы в следующий раз. Давайте поотвечаем на вопросы. Тут жаловались, что шуршит микрофон. Он у меня просто сухо слетает и поэтому задевал там за воротник и еще что-то. Извините. Ну продолжим. Смотрите, мы основные свои темы обсудили. Теперь давайте поотвечаем на вопросы. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии и напоминаю, что я не могу сейчас смотреть дискорд и там вопросы зачитывать оттуда. И я не могу вот технически чисто, потому что ноутбук у меня сейчас не работает, и я не могу платные вопросы, которые вы через ДонатАлерт отправляете. Поэтому, если у вас есть платные вопросы, отправляйте их именно через чат вот здесь на Ютубе. Итак,